Привет, друзья! Я Блаша Вольга и рада приветствовать вас на моем новом канале. Возможно, вы уже узнаете вот эти места, возможно, нет. В общем, мы с вами сегодня снова идем на Блашиный рынок, который расположен в Москве на пернисаже Безмайлова. Прошлый наш поход вам понравился, я подумала, ну почему бы не сходить еще, пока погода позволяет. Давайте пройдемся, посмотрим. И по традиции, давайте начнем все-таки с игрушек. В этот раз я была приятно удивлена. Игрушек было достаточно много, но вернее их как? Их было не больше, чем обычно, но они были более ценные. То есть были представлены более интересные коллекционные экземпляры. То есть не только игрушки, которые просто старые, никому не нужны, но и игрушки винтажные, даже были немножко антикварных игрушек. Именно те, которые вот из разряда коллекционных. В общем, порадовал меня. Покупать, правда, ничего не покупала, но вот посмотрите, это старые мишки, а вот там, вдали, это антикварная кукла, это Марселька. Просил он, правда, за нее 20 тысяч, на мой взгляд, это чуть дороговато, но тем не менее, я в первый раз увидела Марсельку на Блашном рынке. И вот эти куклы тоже, дорогие коллекционные. Вот эта помоложе, чем Марселька, но она тоже стоила, по-моему, 20 либо 25 тысяч. В общем, тоже из разряда, можно сказать, антикварных. Ну и нельзя сказать, что у одного продавца были только куклы. Нет, как правило, все это взаимосвязано. Здесь вам и куклы, и текстиль, и что-нибудь еще. Вот эти маленькие куколки в платочках тоже очень хороши. Но к ним я не приценялась, не знаю, в какую цену. Винтажный плюш для мишек. Посмотреть учебники на сталье. Ну и вот опять немножко винтажных кукол. Согласитесь со мной, что если сравнивать с моими предыдущими показами, то очень даже. И вот эти мишки, они тоже их можно назвать, можно быть, даже антикварными. То есть это 30-е, 40-е годы прошлого века. Хорошие, понравились мне. А это резиновый. Резиновая петрушка. Резина такая уже стала плотная-плотная. Интересно, конечно, рассматривать там, где люди принесли свое, где вот так вот просто все вместе выкладывается. Ну, это явно профессиональный продавец, но у него тоже очень интересные игрушки. Эти малышки очень хороши. А вот на этом, в этой торговой точке, настолько много товара, что мне кажется, здесь можно, наверное, часами стоять и рассматривать столько здесь всего. Здесь и посуда, и игрушки, и статуэтки, и часы, и подсвечники, и все, что угодно. Вот, ну, мне кажется, абсолютно все. Это тоже из разряда профессиональных продавцов, которые просто скупают у населения все подряд, и потом рассортировывают и продают. Та же самая история. Просто на земле разложено в большом количестве всякое разное. Ну, знаете, я в большом количестве бижутерию снимать не стала, потому что многое я вам показала в прошлый раз. Поэтому сейчас так, вот, буквально обзорно, буквально по чуть-чуть. И, конечно, больше интерес вызывают вот такие вот коробки со всяким разным. Здесь можно что-то копаться и найти что-то интересное именно за бесценок. Вот здесь тоже явно профессиональный продавец, потому что все кучами. Ну, более или менее рассортировано здесь и игрушки. Вот этот Дед Мороз понравился. Он пластиковый. Достаточно винтажный. Не знаю, каких годов. Может быть, 80-х. Наверное, 80-х. Бижутерия, конечно, все подряд. Здесь и современная, и старая, и, ну, в общем, и разрозненная, и разная. Вот в таких коробочках всегда все. Можно найти что-то интересное. Броши здесь достаточно дорого. Я поняла, что все-таки их выгоднее покупать где-то в провинции, потому что то, что в провинции приносит женщина свое, чтобы это не валялось просто дома. А здесь это городо называется антиквариатом, и ставится ценник там, я знаю, в 5-10 раз выше. Ну, вот теперь посмотрим текстиль. И здесь тоже с текстилем та же самая ситуация. То, что можно купить там в том же Воронеже за 50 рублей, здесь от 500 и выше, потому что антиквариат. Антиквариат, да, как правило, так. Ну, хотя бы просто посмотреть, полюбоваться, посмотреть даже на фасоны. Вот эти детские платьишки очень красивые. И, может быть, я не знаю, если подогнать, то, может быть, на антикварную куклу тоже пойдет. По размеру. Вот эти платочки. Я вам в прошлый раз уже показывала, я даже кое-что покупала. В этот раз я снова купила, покажу вам попозже свои покупочки. Очень красивое, достойное старое кружево, но какие-то, по-моему, немыслимые здесь были цены, я здесь не покупала. Ведь что такое поход на блошиный рынок? Это возможность за бесценный купить что-то ценное. Но ценное, понятно, что понятие такое достаточно субъективное, для одного человека это ценное, для другого, может быть, хлам. Но блошиный рынок – это же охота, и покупать что-то задорого, ну, смысла, наверное, нет. Ну, я, по крайней мере, в этом особо не вижу. Красивое такое блюдце. Все подряд, все подряд абсолютно. Что по посуде? Посуду в этот раз я снимала очень мало. Просто потому, что либо было что-то, что я вам показывала раньше, ну, либо что-то совершенно неприглядное, но даже не стоящее вашего внимания. Поэтому так, очень чуть-чуть, очень обзорно. Красивый сервис с сиренью. Такое было у моего свекра. Я когда-нибудь вижу чайную пару, куплю себе чайную пару. Сервис не нужен. Вот здесь тоже все подряд, и вы сейчас увидите елочные игрушки. Они здесь стоили больше тысячи. Это именно те игрушки, которые я купила у деда в Воронеже по 250 рублей. Вот лишнее доказательство того, что в провинции всегда дешевле. Хорошие такие вот эти вот емкости, тазики латунные и вот это вот что-то с ручкой. Классные. Зато в этот раз я дошла туда, куда не дошла в прошлый раз, а именно на профессиональные антикварные ряды. Там, где иконы, там, где всякое разное. Здесь, конечно, цены высокие, нерыночные. Но зато и посмотреть есть на что. Посмотрите, какая красота. Вот как будто бы мы с вами попали в антикварный салон. А в некоторых случаях даже, может быть, и в музей. Здесь тоже были игрушки, и тоже коллекционные, винтажные, красивые. Ну, немыслимые цены. Ну, правда. Не могут быть на рынке такие цены. Вот тарелка с фиалками, но кружки так, чашки так и нет. И здесь, конечно, мы с вами видим и посуду более изысканную, и производители именитые. Здесь, конечно, все посолиднее. Профессиональные продавцы. И вот, посмотрите, какая красота в стиле модерн. Очень мне нравится этот стиль. Очень прямо. Кольца для салфеток красивые, правда? Снова модерн. Посмотрите же. Ну, вот, либо антикварный салон, либо, может быть, музей. Ну, ведь правда? Ну, красота. Ну, просто ходить, я не знаю, рассматривать, любоваться. Здесь же иконы, причем есть уникальные. Есть иконы, которым и 200, и 300, и, может быть, даже 400 лет. Конечно, таким не место. Не место на рынке, не место, чтобы это все стояло на земле. Ну, что поделаешь. Их тоже, к сожалению, продают. Их тоже, к сожалению. Ну, иконы мы с вами посмотрели более или менее подробно, а к художникам я уже не пошла. Я вам сейчас просто покажу вот эту аллею художников, просто издали обзорно, и, может быть, в другой раз мы как-нибудь с вами сходим, посмотрим подробно. Ну, в другой раз. О чем еще сказать о книгах? Книг, конечно, было много. Причем, начиная вот в этом месте, они начинались от 5 рублей, и здесь было много желающих купить. И более какие-то эксклюзивные варианты. Вот здесь вот огромная совершенно книга, не знаю, какого она размера, очень большая. Вот такие вот книги, которые мне напоминают о бабушке, о тетушке. Такие книги были, наверное, в каждом доме в свое время. Прямо на сталье. Ну, вот такой была прогулка. Сегодня как-то продавцов было много, покупателей было не очень много. Какие-то они, продавцы, были раздраженные. И вы хотите спросить, купила ли я себе чашечку? Нашла ли я себе чашечку с фиалками? И да, и нет. Как бы нашла, вот она она. Ну, согласитесь, что это не то, что я совсем не это искала. В общем, опять не купила. Давайте покупки мои посмотрим. Их было, в принципе, немного, но, тем не менее, они были. Давайте рассмотрим. Я купила два вот таких платочка. Мой предыдущий раз, когда я была тоже на вернисаже, я покупала подобный платочек. И, в принципе, думала, что мне одного хватит. Но потом я увидела в Инстаграм, на страничке, которая подает Винтаж, точно такие же платочки. Но если вот эти я покупала по 100 рублей, в Инстаграме они были по 500. И я подумала, наверное, мне надо купить еще. Я купила еще два. Их у этой женщины было много, но они в большинстве своем, вот это вот, вот это вязаное кружево, оно было в большинстве своем цветным. Мне цветного не хотелось, мне хотелось чисто белого. И в прошлый раз здесь была вышивка. В этот раз вот я взяла два платочка просто чисто белых, безо всяких вышивок. Буду ли я переделывать на кукол, буду ли я использовать просто как в качестве декора для фото, пока не знаю. Ну вот, решила взять, да, вот таких платочков. Они разные, но похожие. Давайте разверну. Милейшие, милейшие. Они винтажные, но они новые. Ими не пользовались, они абсолютно, абсолютно новые. Что было еще? Еще взяла два воротничка. И один и другой воротничок, они очень старые. Если верить продавцу, женщине преклонных лет, то это где-то, наверное, 20-е годы прошлого века. То есть это, ну, сто лет этим воротничкам. Вот это не совсем воротничок, это центральная часть у блузки. Вышивка ручная на батисте. Батиста уже немножко пожелтела от времени. Видите, какая разница, да? Казалось бы, то и другое белого цвета, но нет. Вот это белоснежное белое, это уже потемневшее от возраста. Это очень деликатная, очень красивая вышивка. Я постирала, но я стирала руками с деликатным мылом, и некоторые пожелтевшие пятна, которые получились от возраста, у меня не отстирались. Ну, это значит, что я просто буду стирать каким-то... Ну, буду как-то выводить эти пятна. Это первый воротничок. И второй. Второй вообще роскошный. На нем тоже не отстирались, к сожалению, пятна. Но я нашла в интернете рецепт пятнового водителя. Попробую им. Это натуральный шелк и это ручная вышивка. Это тоже начало прошлого века. Очень-очень красиво. Безусловно, сама не собираюсь носить, но у меня появилась кукла, дорогая и красивая, которая достойна таких кружав. Скорее всего, пойдет для нее. Вот это то, что касается текстиля. Сейчас покажу немножко украшений. Нет, пожалуй, перед тем, как показывать украшения, я вам покажу кое-что другое. Смотрите. Вот такой соусник. Я его очень долго искала, потому что предыдущий у меня разбился, и мне нужно было его срочно заменить. И вы мне часто писали, ну, под моими видео, о том, что над же, как неожиданно, я предложила использовать тот или иной предмет. Возможно, я вас сейчас снова удивлю. Вот этот соусник. Это, кстати, Дулева. Это винтаж. Здесь, конечно, не ручная роспись, а деколь. Но, в принципе, вот в данном предмете для меня не важен декор, для меня важна форма. И, в принципе, если бы он был бы вообще без декора, это тоже было бы не страшно. Для чего я использую вот такие вот соусники? Для того, чтобы хранить губку. Посмотрите, как это изысканно, элегантно, изящно смотрится. В общем, берите на вооружение. Ветер так и норовит унести мои покупки в неведомые дали, поэтому я придавила соусникам текстиль. И на вот этом платочке буду вам показывать бижутерию, что я купила. Ну, смотрите, большую часть бижутерии я купила, как обычно, для кукол, но кое-что, в принципе, могу носить и сама. Вот из этого, то, что я могу носить сама, оказалась вот эта брошь. Не знаю, мне показалось, что она серебряная. Я абсолютно в этом не уверена. В поисках маркировки я здесь нашла... Сейчас я вам покажу. Здесь вот написано буква К. Буква К. Что она означает, я не имею ни малейшего понятия. Но даже если это не серебро, она очень красива, очень хороша собой. И стоила она что-то порядка 200 или 250 рублей, точно не помню. В общем, вы понимаете, что не взять было просто невозможно. И у этой же женщины я взяла вот такую брошь. Брошь это старая. Брошь-планка. И у нее... Не знаю, не могу вам, наверное, показать. Здесь такой интересный рисунок. Какой-то цветочек с листиками. В общем, хороша необыкновенно. Маркировок у нее нет. Такая у нее иголка. Ну, я не знаю. Сама я, наверное, вряд ли буду носить. Хотя, не знаю. Хотя, может быть. Ну, вот решила взять. И она тоже стоила 200 рублей. Кажется, 200. Вот эти вот две броши по 200 рублей. Либо за две я отдала 450. В общем, наверное, 450 за две броши. Дальше я увидела деда. Забавный такой дед. Очень хотел продать свои украшения. Смотрите, какие замечательные сережки. Эти сережки точно серебряные. Я увидела, на них стоит маркировка. Стоит проба. 925 проба. Показывать вам через лупу не получится, потому что она очень такая слабочитаемая. Вот. В общем, маленькие серебряные сережки, украшенные присталами. Такая форма мне идет. Потом это серебро. И они стоили, по-моему, 200 рублей. Я вам сейчас скажу сумму, общую сумму за всю мою покупку. Значит, вот такие сережки. Я взяла у деда. У этого же деда я взяла такую подвеску. Я думаю, что я не ошибаюсь. По-моему, это как раз подвеска Sunlight. Мне кажется, что их как-то давали в подарок. Подвеска эта серебряная, украшенная какими-то кристаллами и жемчужинкой. Вот. Дед ее отдавал за 50 рублей. И мне кажется, она прекрасна. Ее можно и сама носить на какую-то короткую цепочку, что прямо вот ровно под шейку. Либо кукле она тоже подойдет, потому что она маленькая. Потом у этого деда я взяла две вот таких штучки. Что это за штучки? Ни он, ни я мы понять не смогли. Это вот такие цепочки с жемчужинками, с мелкими. Вы посмотрите на их застежки. Вот. Они, наверное, закрываются вот так. Но для чего они могут быть использованы? Я не знаю. Но поскольку они очень декоративные, цепочка хорошего качества, но очень плотная, несмотря на то, что тоненькая, она очень крепкая. На ней подвешены такие замечательные жемчужины. Их две. Поэтому я подумала, что для куклы пойдет. За вот это все, сережки, серебряные сережки, плюс серебряный кулончик, плюс вот это вот, неизвестно что, я дала 400 рублей. Плюс в подарок он мне дал вот такую невидимку. Невидимка, безусловно, не для меня. Невидимка подойдет для антикварных кукол, потому что антикварных кукол волосы чаще всего натуральные, жесткие, непослушные. И как раз натуральные волосы закалываются вот такими заколочками то, что надо. У нее здесь, видите, немножко отошло, но я думаю, что это поправимо. Это можно либо подклеить, либо также проволочкой прикрутить. Видите, там проволочка. В общем, мне кажется, очень даже прелестно. И последнее у еще одного деда. Ну, тот дед был более ушлый. Это, конечно, я взяла из разряда такого, знаете, баловства. Вот такой типа орден. Но я думаю, что, наверное, для мишки, для какого-то мишки будет смотреться, наверное, забавно. И да, смотрите, все, что я вам показала, я помыла с мылом, но я не чистила. То есть здесь вот есть патины, которые нужно, конечно, почистить, но пока что это просто помыто с мылом. Значит, вот такой орден. Плюс вот такое вот сердечко с красным камешком на цепочке. Подумала, что пойдет для куклы. И плюс вот такая вот клипса. Клипса очень красивая. И вы знаете, она была такая грязная, что почему-то, когда я ее покупала, мне казалось, что она из гранатового стекла. Мне казалось, что это типа гранаты. А потом, когда я ее отмыла, она казалась, что она черная. Но это стекло, это не пластик, это стекло. Сияет необыкновенно красиво. Это старая клипса. Она одна, она сломана. Никто ее носить, конечно, не будет. Я подумала, что может быть вот эту часть ее можно будет отломить и сделать либо подвеску, либо маленькую брошь, приклеив сюда булавочку. Вот. И за вот эти три изделия я отдала 150 рублей. Вот такими были мои покупки в этот раз. Надеюсь, вам было интересно. Напишите, как вам мои покупки, понравились ли вам мои украшения. Если вы знаете, что значит буква К, то просветите меня, пожалуйста. Вот. Как вам моя идея с соусником? Может быть, вы тоже такую пользовались. И вы знаете, прошлое видео с моими современной бижутейли. Набрало очень мало просмотров, и я так понимаю, что, наверное, эта тема неинтересна. Я даже не знаю, стоит ли снимать продолжение. Напишите, пожалуйста, стоит ли, не стоит, интересно ли, не интересно. Ну и, как обычно, надеюсь на лайк, рассчитываю на репост. Если не подписались, то подпишитесь. И я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Пока-пока.